здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала но сегодня мы с вами приготовим зеленый борщик со свежего щавеля и также добавим еще и замороженные что мы я для этого беру у меня есть бульон это индюшинный бульончик который мы с вами варили взяла картофель морковочку так прям много морковки одну большую луковицу ну как я и сказала что это замороженный щавель я наготовила несколько пакетиков хорошо был хороший урожай вот и я варила борщ летом но еще и наморозила а это свежая зеленушечка у нас это петрушечка это щавель свежий и лук батон это все с огорода сегодня муж нарвал сегодня напоминаю 10 ноября значит что сейчас я сделаю прежде чем поставить картошку варить в бульоне я сделаю зажарочку для этого я сейчас кубиками порежу луковицы и натру на крупной терке морковочку ну поехали ну вот у меня попросировался немножко лучок я сильно никогда не делаю сейчас зажарку как бы ну просто чуть-чуть чтобы с маслом он подружился вот и добавляю сюда морковочку морковки я кладу много в этот борщик потому что больше свеклышней добавляем хотя некоторые варят еще и добавляют свеклу ну как красный борщ только щавельник я не люблю у меня не хочется чтоб он был именно зеленый щавельник зажарочку отставляем пусть она потихонечку у нас томится а мы займемся картошечкой ну вот бульончик у меня закипает сейчас картофель я порезала вот так вот на кубиком мелким ну в этот борщ я именно вот так вот на кубиками режу картофель сейчас закладываем бульона у меня не сильно не полная кастрюля если я буду добавлять немножко водички потом если он будет густоватый значит обязательно добавляем только кипяченую горячую воду обязательно вот он тогда получается бульон как будто это без воды что еще он был очень жирный я взяла немножко зажарочку положила сняла жир с бульона вот и положила ну все картофель закипит ну буквально там 10 минут он быстро зажарка у меня уже готова вот я ее помешиваю она на самом медленном огонечке у меня стоит буду заниматься зеленью ну зажарочка у меня почти готова сейчас я порезала лук и немножко пассирую тоже с морковочкой и зеленый лук немножко ну как бы обварился потом уже будем добавлять вместе зажаркой это петрушку и щавель будем уже добавлять отдельно немножко сейчас получается такая хорошая получается зажарочка ну вот картошечка у меня сварилась теперь можно уже и добавить зажарочку я положу все посмотрю по густоте если что-то да можно будет и добавить немножко водички получать такой желтенький ну когда щавель положим она уже будет буквально тоже она все готова буквально пять минут час кипнет и и будем класть зелень значит что я приготовила я приготовила петрушечку нарезала вот такой вот хороший сначала положу петрушечку вот а потом уже положу щавель я ее его значит что я этот порезала который у меня был свеженький вот а это ну половинку замороженного ну такой вот я думаю что будет этого мне достаточно но сейчас ждем когда сварится у нас соединяться наша зажарочка с картошкой ну вот еще я забыла отделила же мясо от косточек и сейчас все это положу тоже в бульончик чтобы у нас был такой вот хороший насыщенный супчик покипел наш супчик теперь положу сейчас я зеленушку сначала положим петрушечку петрушка потому что человек быстрее такой нюанс я яйца сюда прям сам борщик не кладу я сварила отдельно яйца вот и когда буду сейчас подавать на стол сметанку и яйца прям положу в тарелочке вот закипела наша петрушечка пусть сейчас перекипит и добавляем щавель ну конечно густоватый получился сейчас попробуем чайник у меня закипел вода у меня кипяченая как я и говорила крутым кипяточком мы разбавляем все супы если нам нужно немножко разбавить густоту убрать значит заливаем только кипятком ну вот такой вот красивый получается у нас зеленый борщик ноябре конечно чтобы он очень насыщенный хороший так чтобы можно было крышку закрыть у меня всегда как муж говорит очень густое люблю я густые супы потому что так меня мама приучила вот такой вот у меня получился супчик зеленый сейчас мы его доведем до кипения буквально две минуточки и будем выключать спасибо за внимание заходите на мой канал подписывайтесь всегда с вами марина матвеева